Сегодня у нас 1 мая 2016 года. Это поселок Потеряевка, у батюшкина отца Якима дом. Березки тут у него. Я пошел пруды снимать. Игнатьич, конечно, попросил. К Богу. Уже все зеленеет в Потеряевке. Вот храм наш виднеется за деревьями. Сегодня у нас была молитва ночная. Потом утром в 10 часов помолились. Потом был концерт. Трапеза, концерт. Все, слава Богу. Аллилуйя. Вот у брата Игоря Барабаша. Отремонтили трактор за 800 или 700 тысяч. Как бы такое восстановление сделали. Как бы то, что ремонт. Сейчас посмотрим работу зимнюю. Что делали тут местные Потеряевцы. Когда мы осенью уехали с Игнатьичем Никитой и я. Ну вот дрова лежат. Кое-какие они уже подкололи. Деревья свалили. Так стало пространно. Много света. Пруд наполнился водой. Вот она. Так он стал выглядеть. Уже батюшка говорит запустили карпов. 37 килограмм. Сюда часть и часть в лагерный пруд. Сейчас осталось только одно. Сохранить как-то эту рыбу надо. Вот наша дорога засыпана. Камнем. Вот так вот выглядит местность. Вот здесь вот глину брали. Бульдозером. На дорогу. Тут еще пока вода стоит. Вот наши кучки. Которые мы с братьями пилили тут. Вот. Воды, наверное, стало больше двух метров. Примерно так. На глаз если. Потом мы померяем. Более точно скажем. Сейчас я прежде чем туда сходить, пойду посмотрю, как у нас труба выглядит. Которую мы с Никитой колесниковым отрывали с братом. Вычищали ее. Она в диаметре полтора метра. Большая труба. А в этом году снега было мало. Ну и, конечно, на полную мощность она и не работала, наверное. Хотя я сейчас посмотрю. Нет. Тут много воды-то. Сейчас я постараюсь пониже спуститься. И посмотреть с той стороны. Насколько она водой заполнена. Так вот. Вот. Ээээ. Она почти полная. Сейчас я посмотрю поближе. Вот она так выглядит. Там буквально полметра всего. Не хватает до верху. Вот так вот. Пойдем дальше смотреть. Ну и что, постепенно. Дождей, если будет мало, это все высохнет. Тут уже вода не будет стоять. Тут, конечно, все разлилось. Здесь вот у нас канава целая была выкопана. И она заполнилась. Вон она, как даже видно, что все полностью скрывает всю трубу, которую мы откапывали. Полтораметровую. Здесь она при выходе была чуть-чуть повыше. Там даже эти какие-то плавают головастики. Вот. Тут я уже не пройду. Слишком тонкая, конечно. Можно и пройти, в принципе, попробовать. Но лучше не рисковать. Пойдем дальше смотреть. Вот тут уже говорят Вениамин, Янчук, Венька, колол. Дрова здесь. Наколол. В Кучину. Может, еще кто-то помогал убрать их. Кое-какие чурки надо будет доставать, потому что не успели убрать. Вода резко поднялась. Вот она плавает. Стоит чурка, видимо, на месте находится. Таскал он даже. Это все было в том году в самой низине. Если кто ролики смотрел наши предыдущие, все было это в низине. Сейчас почти что вот до уровня дошло. Вот. Работы еще тут много для колки дров. Но нам сейчас пока с братьями некогда. Хотя эту работу я очень люблю. Теперь пащенка. Но мне сейчас не дает. У нас главная задача сделать пруды, которые насыпаны сверху, дамбы. Черенками от ветлы засадить. Чтобы она могла корнями обрасти. Вот. Это все, бульдозер тут нам помогал. Корни выдергивал. Вот как тут обширно все. Вон даже пеньки видно в воде стоят, которые мы пилили. Здесь мы так глубоко спускались вниз. Ну да, тут, наверное, такие есть, больше двух метров, скорее всего, да. ветла такая живучая. Вот это все ветла, что она вон, пуская даже цветочки. То есть садея было тоже. Вон утка. Вон еще вторая. О, красавица. Спугнул я их. Но сейчас тут может всякая живность водиться, раз вода рядом. Так, сейчас мы дальше пройдем. Вот, все это наши пеньки, которые были спилены. Сколько тут было проделано работы, поты, пролито на этом все. С Божьей помощью, конечно, Господь все помог нам все это перенести. Здесь мне не пройти, это только через дорогу проходить надо. Все везде водой залито. Даже бревно плавает. Надо будет доставать потом из воды. Большой пруд получился. Шикарный просто. Вот, сейчас мы пройдем. Тут я пройду, вернее. Даже не знаешь, куда идти. Вот наши дровины все. Как Господь дает милостью своей. Бурелом остался, через который приходится пробираться. Постараюсь побыстрее. Это наш огород, где мы обычно картошку садим. Но в этом году решили возле Саманного посадить. Этот участок пока отдохнет. Вот наши каналы. С Никитой Андреевичем Полесниковым мы кололись с братом с Украины. Небольшой такой окоп. Вот она как выглядит, дорога наша. Приятно было. Нас барабаш Игорь привез. Приятно было заезжать по такой дороге-то. Грязи нету сейчас. Сейчас я обойду. Дальше, чтобы дальше Пут уже показать, что вода стоит. Это он там. Игорь, парабаша, брат нашего фермера. Поля находится. Сейчас я обойду с другой стороны на дамбу и покажу ее. Все, кругом стоит вода. Но за лето она, конечно, все это высохнет. Кое-что. О, убавится уже. Вот. Где-то вот здесь я сейчас не должен перейти. Вода кругом сейчас тут стоит. Здесь стоит тоже. в низинках. О, птичка тоже какая-то полетела. Тоже вода здесь. Здесь. длинная. Длинная еще сарае здесь. Друйте. Ну, вот. Сейчас мы посмотрим с этой стороны. Вон там дорога. Въезд по Теревку. Я с другой стороны нахожусь уже. Березки стоят. Береза в воде может уже засохнуть потом постепенно. Она в воде не любит стоять. Вот так вот у нас выглядит наша работа с той осенью. Сейчас я постараюсь сбоку показать. Пройдусь по этой палке. Вот мы делали тут чтобы вода не подныла в самом начале. Вот бревна видно, что лежат в воде прямо. Вот доска, которую мы делали. Ну, примерно на одну доску закрыла уровень воды. То есть вот так с внутренней стороны посмотреть. Вот. На одну доску есть. такая высота сейчас воды. Сейчас мы просто посмотрим. Ну, немножко подтекает. Вот так где-то в углу водичка просачивается. Вот так она у нас вдоль борта бежит. С одной стороны и с другой. Здесь у нас распорки остались целые. только на том на лагере на пруду их не слабало. Здесь против все расчистится. У нас тут небольшой завал в фирме экземпляционном. Оказался он не нужен. Сейчас посмотрю с другой стороны покажу. Вернее. Доски лежат. Вот так где уже уже тут где сливается вода. Вот в этом месте подмыло. Я вот недавно смотрел оказалось чернозем. Вот здесь более-менее глина и здесь ничего не сделалось. А там галимый чернозем и его конечно размило водой. вымыло. Вот так вот выглядит. Все. На этом я тут закончу. Сейчас пойду на лагерный пруд. Там еще посмотрим тоже как он выглядит. Слава Христу.